Привет, ребят! Не так у меня много времени, телефон садится. Короче, чего я тут? Решил новый эксперимент сделать? Ситуация какая? Смотрите, как я делал раньше. Причем длительное время. Из инкубатора, из маточника пересаживал в инкубатор. Нерест проходил потом после чинку сюда на доращивание, потом отсюда на до товарной пересаживал. И те самки, которые у меня получались с икрой, я их пересаживал в маточник, поняли, да? Чтобы там не терялись, а чтобы икру постоянно, чтобы отслеживать, цвет икры. Не буду же я каждый день их вылавливать и смотреть, потому что там за ящикой ничего не видно. Я, чтобы для контролирования ставил их сюда. Получалось как? То, что икру-то они метали, только не вся, видимо, икра полудотворялась. И кто-то, например, на следующий, там, через два, через три дня сбрасывал икру, например. Вот. А про кого-то я тупо забывал, потому что их было много, да? И не мог контролировать, не успевал я, короче, контролировать цвет икры, чтобы пересадить в инкубатор. Ну, короче, просто поверьте, это геморрой был. Вот. Когда у вас там по одной штуке в каждом ящике сидит, да, вы в телефоне записываете, например, ага, там, икру бросила подход с восьмой номера такого-то числа. Такого-то числа примерно, значит, нужно будет пересаживать. А когда у вас там в этом ящике, например, три штуки, в том ящике четыре штуки, кто-то из них скинул икру, кто-то, блядь, что-то, короче, это нереально. Вести контроль очень сложно, по крайней мере, для меня. И поэтому я очень много проворонил по этой теме, да, самых с икрой. Что я сделал? Я, короче, отсюда засолил один инкубатор, отсюда вылавливал 15 самых с икрой. Вот они, собственно, все родимые сидят. И теперь как? Мне вообще просто очень, видите, все прозрачно, все хорошо, все светло, не нужно там ни в какие ящики ничего лазить. Я все вижу, на какой стадии у них сейчас икра. В принципе, у всех на одной и той же стадии. Это значит, грубо говоря, один, два, может, максимум три дня, что они сбросили под хвост. Там только у одной самочки уже такая серая, значит, она на днях должна скинуть. Но это не суть. Вообще разговор не об этом. Одна, одна, короче, вообще не решает. Ну, скинет и скинет. А ситуация в чем? То, что, если, например, кто-то, у кого-то здесь икра неоплодотворенная, а, еще, какой момент я забыл сказать. Тот, кто, например, бывало как, то, что я прихожу, их тут сидит в ящике по три, по четыре штуки, но ящики у меня не все были закрыты. Вот. И они, короче, выпрыгивали и умирали. Проблема такая была. А теперь, например, и они там просто долго сидели без икры, им было мало места. Вот в чем проблема. Почему они выпрыгивали, они там психовали, нервничали и все такое. А теперь они, например, у кого-то икра неоплодотворенная, например, да, вот, я смотрю то, что икры нет под хвостом. Ага, я беру сачок, вылавливаю ее и все. И обратно туда пошла, домой она к себе. И вот так вот по одной, по одной буду, если что, вылавливать и контролировать количество этих креветок. Вот смотрите, какой ее размер. Крупненькая. Вот. Вот такая, короче, ситуация. Моя такая вот идея. И теперь я не буду, ну, заморачиваться там со временем или еще что-то. Пришел, смотрю там, нету икры у нее. Не важно, съела она ее, личинку она отложила, либо там сбросила или еще что-то. Я просто ее раз выловил и все, и туда, короче, в инкубатор. Ой, блядь, в инкубатор на доращивание. Так, теперь, проблема в чем теперь возникает из этой всей ситуации? То, что мало места им, они им уже начинают драться. Вот, посмотрим, как они переживут, будут ли у них конфликты или нет. Ну, я сейчас, наверное, туда сеточку им брошу, чтобы было на чем им сидеть. Первый момент. Второй момент. 15 креветок в одном аквариуме. Там их 100 литров воды, сейчас 100 литров. Вот, они будут сикать, какать туда, вы все это понимаете, да, нитритонитраты, вся эта ситуация с аммонием, с аммиаком. Вот, биофильтра там нету. Либо, либо, вот, да, и, короче, что, в общем, соль сейчас дорогая, вода, осмос тоже, как бы, можно сказать, дорогая. Вон это, смотрите, все херачат. Вот это вот подлюка, с большими клешнями, смотри, дерется всех, бьет. Ты гадина, не трогай никого. Все, указание дал. Вот, либо они могут, либо мне нужно будет каждый день подменивать воду, доливать, подливать, вот, либо, просто тупо забить, и пускай они живут в этом супе, нитритонитратом, просто делать тесты, и контролировать, вот, либо вообще ничего не делать, в общем, посмотрим, это эксперимент. Но ситуация в чем? То, что вот они сейчас будут жить, здесь две недели, ориентировочно в этом инкубаторе, да? А когда появится личинка, здесь, возможно, уже будет зашкаливать вся вот эта вот химия хреновая, и, походу, придется по любому воду подменивать. Не знаю, короче, что из всего этого выйдет, вот, либо их я буду вообще кормить, прям, минимально, чтобы они прям, прям, ну, никак, и по чуть-чуть только, и не сикали. О, не знаю, что из этого выйдет, но, конечно, тоже 15 самочек, жалко, если они все сдохнут. Посмотрим, что, в общем, выйдет, блядь, вон, смотрите, сколько у нее икры, вон, прям, целый пузо, короче, икры, у этой тоже полная, о, дерутся, дерутся, смотри, смотри, дерутся, бобенки, короче, да? Злые, мымры, типа, эй, это мое место, нет, это мое место, ребята, теперь это ваше общее место, теперь вы все тут будете сидеть, вам нужно как-то мириться с этим, давайте все помиритесь, подружитесь, вот, так или иначе, хоть чуть-чуть, но у вас одна и та же кровь родственная течет, немного, но есть, а может даже вообще нету, не факт, вот, смотрите, красавица какая, посмотрим, что из этого выйдет, вообще очень интересно самому, как бы, вообще, может они сейчас сожрут, я сейчас свет выключу, они может сожрут друг друга, хрен его знает, в общем, вот такая история, вот, если кому интересен эксперимент, чем это все закончится, вот, вообще, для чего это сделано, для того, чтобы, например, смотрите, очень невыгодно в инкубатор закидывать по одной-две самки, потому что это дополнительные площади, это дополнительная вода, соль, вот это все, вы понимаете, да, вот, попробуем в один инкубатор, вот, 15 самых захерачил, и посмотрим, сколько из них выживет, сколько из них икру скинет, и сколько вообще личинки появится, получится, в общем, ладно, все, поняли, да, если кому интересен эксперимент, подписывайтесь, и следите, можете нажать, кстати, колокольчик, и вам придет уведомление о новом видео, постараюсь, как бы, почаще всякие видосики, эксперименты снимать, вот, как правило, в принципе, ничего такого интересного здесь не происходит, все банально, вот, все уже, что можно было проэкспериментировать, проэкспериментировал, сделал выводы, все это написал в инструкции, ребята, которые, как бы, вообще в этом ни в чем не шарят, не хотят разбираться, вот, обращаются, я им эту инструкцию предоставляю, там, в принципе, все расписано, вот, покупать я никого не призываю, мне вообще, на самом деле, похер покупать, у меня не покупают инструкции, просто для того, чтобы ребята просто, раз, вот, захотели этим заняться, им не нужно там, вот, как я, например, сколько я, три года, два, три, как вы сейчас, 22-го года, три года этим занимаюсь, да, вот, и все три года я что-то как-то, как это, экспериментирую, постоянно что-то делаю, вот, часто это приводит к гибели, личинки, после личинки, маточных стадок, крупных креветок, вот, и чтобы ребята просто сразу, чтобы они натыкались на эти грабли, они сразу раз, например, им проще, ну, нет, извините, если человек, как бы, может себе позволить 5 тысяч отдать за инструкцию, да, вот, то почему бы и нет, собственно, вот, я не какие-то там 20 или 25 тысяч, или 30 тысяч, там, за эту инструкцию, за эти курсы, грубо говоря, да, требую, 5 тысяч рублей, это просто цена моих трех лет, как бы, вот этих всех стараний, да, вот, кто может себе позволить, я сомневаюсь в том, что это ребята последние деньги отдают, ну, блин, если мне позвонить, и скажет человек, то, что я вот, я не знаю, ну, извините меня, я инвалид, у меня денег нету, как бы, но мне интересно этим заняться, там, инструкцию этому человеку подарить, как бы, вот, такая, короче, история, ладно, надеюсь, все будет хорошо, надо какую-то сеточку им бросить, что ли, чтобы они там посидели, как-то, ну, спрятались, просто им, видимо, не очень комфортно, на сидеть на, это, как его, на открытых площадях, а, блин, кстати, я засолил, а воду даже и не померил, по солиметру, сколько там вообще сейчас соленость-то, елки-палки, все, давайте, сейчас буду соль мерить, как-то, да, забыл, как,